Тысячи россиян накануне провели ночь в библиотеке. Ко всероссийской акции, которая проводится с 2012 года, присоединились и республиканские библиотеки. Как пройти в библиотеку? В три часа ночи. Раз в год такой вопрос россиянам не кажется подозрительным. С 2012 года в нашей стране проходит акция «Библия ночь». Национальная библиотека Чувашии такое событие никогда не пропускает. Тема этого года – весь мир театр. Как сказал министр культуры России Владимир Мединский, книга и театр неразделимы. О чем пишет, мы говорим? Да, в сцене. Чинить хочу его. Ах, будьте осторожны, Василий Петрович. В Петербурге девушки все хороши на вид. А как выйдут замуж, сразу видно. Воспитание не то, вовсе не то. Пока в актовом зале ученики детской школы искусств давали беду от нежного сердца, на втором этаже театр книги играл сцены из гоголевского «Ревизора». Желаю здравствуйте. Мое обожтение. Извините. Ничего. Обязанность моя, как городачальника здешнего города, заботиться, чтобы проезжающим и всем изгородным людям никаких притеснений. В этот вечер можно было не только посмотреть представление, но и самому пройти отбор в театральную студию «Яролаш». Таня громко плачет, уронила в речку мяч. Чисто Танечка не плачет, не утонет в речке мяч. Борис Сахадек скрипач. У меня сосед скрипач. Да какой еще? Хоть плачет. Я звал его играть в футбол, а он, конечно, не пошел. Я занят, к сожалению, готовлюсь к выступлению. Театр – тема основная, но не единственная. В библиотеке давали мастер-классы, играли в шахматы и проводили квесты. Участников с каждым годом становится все больше, и программы организаторы готовят все разнообразнее. Главная цель – это показать людям, что библиотека – это современно, модно и очень интересно. Всего в Чувашии к акции присоединились около 10 библиотек. Ольга Пырочкина, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика.